Тема часа — контейнерные железнодорожные перевозки. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Марьяна. Сегодня будем обсуждать транзитные перевозки, безусловно, с точки зрения евразийского маршрута. В монополии были озвучены цифры общие, что всего по сети перевезено 5 миллионов 800 тысяч контейнеров. Транзит вырос на 34,4%. Примитно к перевозкам Китай, Европы, Китай. Какие здесь показатели у ОТЛК-эра? Какой рост зафиксирован за 2020 год? За 2020 год мы по своим сервисам, по своим базовым и дополнительным коридорам перевезли 546 тысяч ДФЕ. Рост у нас 65% по отношению к прошлому году. У нас остался очень хороший процент балансировки объемов по направлению Восток-Запад, Запад-Восток. Конечно, он уже не такой, как был в 2019 году. Потому что, если вы помните, в 2019 году у нас такой был, ну, в конце года, наверное, в третьем, в четвертом квартале, такой очень сильный был подъем именно объема перевозок из Европы в Китай. Но в 2020 году тоже этот показатель, он у нас составил порядка 70%. Поэтому я могу сказать, что на общем фоне 5,8 миллионов ДФЕ за 2020 год, считаю, что компания ОТЛК-эра выступила очень достойно. Поэтому думаю, что и акционеры тоже должны быть довольны такой работой. Асин Николаевич, когда мы встречали в 2020, безусловно, мы обсуждали конкуренцию в плюс, как раз транзиту железнодорожному из-за того, что происходило на морских перевозках. Я говорю сейчас о дефиците контейнеров, который складывается в данный период времени. Так вот, безусловно, на рынке ходили слухи и разговоры о том, что это все фикция и спровоцирована. Когда здесь были представители морских перевозок, они, конечно же, ну, это неоправдательная была позиция, это была позиция разъяснительная, рассказали о том, что ряд факторов на это повлияли. Мне хочется понять, с точки зрения транзита железнодорожного евразийского, вот помимо тех объемов, которые к вам пришли по тем или иным причинам, что еще изменилось? Цена, вы стали дороже вести, качество вы стали лучше вести, там, может быть, более, не знаю, требовательны стали эти грузоотправители. И второй вопрос сразу же. Пандемия, ну, скажем так, все-таки идет на спад, да, там вакцинация, другие процессы. А как это влияет? Они уходят снова сейчас на море. Вот вы видите, что вот был этот грузоотправитель, а он ушел, да, там и по разным причинам. Вот балансировка какая на данном этапе? Ну, давайте я тогда начну с вопроса о морских перевозчиках. Я думаю, что, наверное, и сами морские перевозчики не могут точно сказать, что у них происходит. Вот, я это говорю не только потому, что я так думаю, а потому, что мы, конечно же, общаемся и с морскими перевозчиками. И та ситуация, которая сложилась в конце прошлого года, сейчас, такого не было никогда на рынке. Ну, заработали они точно сейчас. Ну, они заработали, они заработали. Ну, на самом деле, ведь то, что возросли так ставки, да, ставки возросли в основном из-за того, что предоставление контейнера стало очень дорогим. С моей точки зрения, это, ну, мне кажется, это не совсем правильно, ну, не может предоставление контейнера стоить столько же и даже больше, чем инфраструктурный тариф. Будь то на железной дороге или на сих. То есть сам ящик, да, этот, нежели пути. Да, потому что все-таки должна быть, понимаете, такие вот перекосы, которые происходят, ну, их кроме как пузырей, никак больше, на мой взгляд, назвать нельзя. И потом все равно это приходит к каким-то нормальным параметрам, и действительно рынок начинает функционировать уже на таких точно рыночных условиях. Ведь для такой важной индустрии, как транспортная, очень вредны вот такие вот создания таких пузырей. Почему? Ну, потому что клиентов все-таки волнует стабильность в долгосрочной перспективе. Потому что большинство предприятий производственных, предприятий, которые потребляют продукцию тех, продукцию, которая возится и морским, и авиатранспортом, и железнодорожным транспортом, все-таки они делают, ну, как минимум годовую программу и своего производства, и, конечно же, более долгосрочные программы развития. Поэтому, конечно, такая кардиограмма, то вверх, то вниз, ну, наверное, грузовладельцев это не устраивает. Я сам когда-то был грузовладельцем, и для меня, например, понимание того, что вот этот уровень тарифа будет, ну, на какую-то среднесрочную перспективу, он будет стабилен и прогнозируем, да, было очень важно. Только так ты можешь планировать не только производство, так ты можешь планировать инвестиции, так ты можешь планировать свою стратегию в продажах, в производстве, в маркетинге и так далее и тому подобное. Вот, поэтому мне кажется, что для транспорта, и уж точно для железнодорожного транспорта, надежность и стабильность, в том числе и по сервисным показателям, и стоимостным показателем, это очень важно. Мне кажется, что как раз 2020 год подтвердил конкурентное преимущество железной дороги, которая как раз в таких условиях и может оставаться и стабильной, и надежной, и прогнозируемой. То есть вы подводите к тому, что менялась ли цена из-за того, что на море ценник вырос, то есть железка в этом смысле была стабильна, евразийский маршрут контейнерный? Да, железнодорожные тарифы были стабильны, хотя, наверное, на каких-то направлениях они тоже изменялись. А почему они могли меняться, Алексей Николаевич? Вот на море есть ряд показателей. Тот же дефицит контейнеров привел к удорожанию этой перевозки. А здесь, пусть даже на чуть-чуть, а почему это может меняться? Спрос, предложение, примитивные экономические? Ну и меняться может просто... На самом деле самый простой ответ, меняться может быть просто из-за спекулятивных настроений. Ведь тоже такая позиция, наверное, тоже некоторым участникам имеет место быть. И многим даже, возможно, она и близка. Что, дескать, поднялась ставка на море, а ну-ка дай-ка я сейчас-то ее тоже задеру. Ну, наверное, так нельзя вести себя по отношению к каким-то глобальным логистическим компаниям, к серьезным грузовладельцам. И именно исходя из этой логики, например, компания УТЛК «Эра», мы сделали небольшую коррекцию наших тарифов. Но только по тем направлениям, там, где мы инвестировали в это направление. Какие направления? Ну, например, калининградское направление. Как вы помните, мы начинали там с каких-то отдельных сервисов, которые были раз, может быть, два раза в неделю. Сейчас у нас 3-4 поезда каждый день. И клиенты, которые уже пользуются этим маршрутом, которые уже понимают, что через Калининградскую область можно поехать и через пограничные переходы сразу на инфраструктуру Польши, можно поехать в мультимодальном сообщении. Это будет подороже? Нет, это не будет подороже. Мы как раз сделали тарифную политику таким образом, чтобы это было на одном уровне с нашим базовым коридором через Брест-Малашевича. И в определенной степени это была инвестиция, потому что там и маршрут подлиньше, там и еще одна транзитная страна, кстати говоря, появляется, это Литва. Так вот, мы определенную такую тарифную инвестицию сделали, и в какой-то момент мы поняли, что этот маршрут действительно начал пользоваться хорошим спросом. Клиенты почувствовали его конкурентоспособность. Конечно же, этим маршрутам невозможно удовлетворить всех, потому что географический признак того, куда едет груз, он едет в Чехию, например, или он едет в дальнейшем, я не знаю, в Великобританию. Понятно, тоже географическое расположение к пункту перевалки с одной клини на другую или с одного вида транспорта на другой, это тоже очень важно. Но тем не менее, в какой-то момент мы поняли, что клиенту это уже интересно, существует уже спрос независимо от нашей инвестиционной ставки, и мы сделали небольшие изменения, но это еще раз говорю, это не изменения на 50, может быть, на 60 долларов за контейнер. Мы просто привели в свою тарифную политику, к тем параметрам, чтобы плановая рентабельность вернулась к плановым своим показателям. Хорошо, так про море что? Здесь ответ понятен, а с точки зрения тех, кто пришли к вам с моря, ожидает, что они могут сейчас уйти, потому что просто они много лет пользуются этой морской перевозкой, там она дешевле. Не просто мы это не то, что ожидаем или не ожидаем, мы делаем все возможное, чтобы они от нас не ушли больше. А их много пришло? Их пришло много. Конечно, такой рост перевозок, он у нас немножечко во втором полугодии 2020 года ухудшил показатели транзитного времени, в основном из Европы в Китай, потому что именно этих перевозок у нас появилось гораздо больше, чем мы, например, планово рассчитывали. Но сейчас мы ситуацию, опять же, в нормальной рамке плановых уже показателей скорости доставки обратно вводим. То есть мы практически в тех плановых показателях, которые мы планировали на 2020 год. Понятно, дальше работаем с акционерами, чтобы это транзитное время доставки уменьшалось по нашей инфраструктуре, работаем с приграничными инфраструктурами. Поэтому делаем все возможное, чтобы клиент у нас остался. Ну и, естественно, не может незамеченным остаться тот факт, что все-таки тарифы на морские перевозки продолжают оставаться непредсказуемыми. То есть там очень высокая волатинность и сейчас? Например, раньше индекс WCI означал индикативную стоимость доставки перевозки, например, из Порта Шанхай в Порт-Роттердам. Так вот, сегодня этот индекс, он там где-то находится свыше 5000 долларов. Означает ли это, что за 5000 долларов можно сегодня отвезти контейнер из Шанхая в Роттердам? Нет. Я задаю вопрос морским перевозчикам, ДПС, руководителям компаний. Почему индекс 5000, а вы везете за 8, 9 или даже 10 тысяч? Потому что, вот теперь вы правильно абсолютно говорите. Они находят как будто возможно выступать, да? Нет, они делают, а сделали немножечко по-другому. Они говорят, хитрость, они добавляют сегодня к индексу, что это еще subject of container. То есть ты должен прийти, и мы тебе сформулируем окончательную цену, когда поймем, чей контейнер. Твой контейнер, сторонние компании, нашей морской линии и так далее. И вот тогда формируется эта ставка. Она возрастает безусловно. Да, и она возрастает. И вот насколько она вырастет, непонятно. Ну едут же, Алексей Николаевич. Едут. А как можно остановить трейд, который составляет больше 20 миллионов контейнеров? Вы же понимаете, это целая индустрия. Попробуй не привези там правые двери, грубо говоря, для какого-нибудь производства Шкоды. Шкоды же... Я к чему и веду. Если это рынок, почему к железке отношений, что вот в принципе в России такое, я не говорю сейчас о ваших там трехсопредельных государствах, да, а в целом, что вот вы дайте нам эту стабильность. Вот он был 5 рублей, и он 5 рублей должен быть. А то, что там инфляция, то, что там все это меняется. Я подвожу очень плавно. Мы обсуждали это там на ряде конференций, да, изменения тарифной политики, перевозки. Почему она должна быть априори, ну пусть не низкой, а вот такой, какой была в 20-м, там в 19-м. Да, она меняется. Но почему другие перевозчики позволяют себе вот так играть этой ценой, и все равно она поедет? Почему здесь этого нельзя сделать? Ну, Марьяна, нельзя... Они же все равно поедут. Вы знаете, единого рецепта здесь все-таки нет. Мы говорим про... Нельзя в целом сказать, что то, что вот работает для компании УТЛКР, работает для всей железнодорожной отрасли. Хорошо, не для всех. Потому что угольные перевозки, это одна, так сказать, тарифная стратегия. Нефтянка другое, зерно третье. Мы все добиваются каких-то переференций с себя, Алексей Николаевич. Ну, я согласен, но я против того, чтобы это добивалось только за счет перевозчика, за счет РЖД, за счет КТЖ или за счет БЖД. Все-таки у нас ситуация немножечко другая. У нас инфраструктурные тарифы, они номинированы в швейцарских франков. И у нас девальвации этих тарифов нет. И эти тарифы, вот в системе тарифообразования в целом РЖД, они являются одними из самых доходных вообще для всех контейнерных перевозок. Я об этом уже говорил. Если вы на такое же расстояние повезете контейнер с расчетом по прескуранту 10.01, то цена будет меньше, там, на 20, может быть, на 25 процентов. Ну, в зависимости от направления, от расстояния перевозки и так далее. Все-таки мы рассматриваем наши перевозки именно исходя с точки зрения того, чтобы прежде всего перевозчики и наши, кстати говоря, акционеры, они получали хорошую доходность с этих перевозок, и они ее получают. Дальше мы смотрим, какие у нас есть возможности инфраструктуры и какие у нас есть возможности дополнительного привлечения грузов. Мы сегодня еще такие возможности видим. Вы о технологиях? О технологиях перевозки. Возможности именно в ней? И об инфраструктурных возможностях в том числе. Понимаете, это тоже нельзя отделять одно от другого. Когда у тебя появляются новые возможности инфраструктуры, обязательно придет какое-то интересное решение по технологиям. Эти вещи, как правило, взаимосвязаны. Или наоборот, ты дошел до максимальных возможностей пропускной способности по инфраструктуре, и дальше ты уже включаешь технологические какие-то аспекты, а вместе с ними, опять же, возникают вопросы, новые точки роста по развитию инфраструктуры. Можно подробно, Алексей Николаевич? Вот когда вы всякий раз говорите о каких-то возможностях, у меня к вам всегда один вопрос. За счет чего? Вот вы сейчас сказали про Калининград. Недавно появилось сообщение, что у ТЛКР намерено в 2021 году в два раза увеличиваясь пропускной способность, перевозку грузов, то есть объемы контейнеров на погранпереходах. Там Калининградский. Объясните, за счет чего? Вот вы там перевели миллион контейнеров. Дальше-то. Ну вот как? У вас та же самая инфраструктура. Объясните очень просто. Что изменится на этих погранпереходах? Я не знаю, у вас там будет электронный документооборот, таможня будет лучше работать. Что поменяется? Ну, во-первых, инфраструктура все-таки Калининградской области, она сама по себе развивается. Как она развивается? Ее развивают два порта, например, которыми мы уже опробировали несколько, это уже регулярные сервисы в мультимодальном сообщении. То есть они почувствовали вкус этих перевозок все-таки. То есть они справятся с возрастающими объемами? Они инвестируют в развитие своей инфраструктуры, чтобы предложить нам больше возможностей работать через морские порты Калининградской области. Это Балтийский и Калининград. Дальше, значит, есть отличный проект по развитию нового погранперехода. Ну, он не новый погранпереход, это новый... Ну, хорошо, новый старый, так. Новый старый, который начнет работать также с транзитным контейнеропотоком. Что это? Какой? Это погранпереход железнодорожный из Кандава. Он чуть-чуть ниже находится, вот, Бронева-Мамонова. Вот, и это тоже новая возможность инфраструктурная. Понятно, что дальше уже накладываются технологические возможности, всякие там навирования процессов, как можно делать, так сказать, более длинные поезда через этот погранпереход, как взаимодействовать с польской стороной, что, кстати говоря, сделать на польской стороне. Вот сейчас там, например, погранпереход железнодорожный из Кандава. Мы, конечно, отправим несколько пилотных поездов, чтобы посмотреть, как он работает. Ну, важно, чтобы на польской стороне действовал постоянно, ну, в режиме 24,7 пункт, фитосанитарный пункт. Алексей Николаевич, так это польская сторона. Вот как вы можете повлиять, если эти перевозки у них идут уже? Вот сколько лет мы говорим про обрез Малашевича, да? Ну, много же времени уже. Да, да. За последние три года, ну, вот я могу сказать, что мы считали вместе с нашими польскими коллегами, что вот 17-18 тысяч ДФЭ, работы через этот пограничный переход, это там цифра близкая к максимальному значению. Мы в прошлом году работали 40-45 тысяч. А ну, может, предел возможности. Вы показали такую цифру, а потом вы с нее столкнулись вниз. Может быть, на сегодняшний день это и предел возможности, хотя, конечно, нет. А, то есть вы видите еще какие-то резервы? Но при этом польская сторона, мы видим, какие они разрабатывают проекты по увеличению пропускной способности в узких участках именно на польской стороне. Эти вещи должны происходить синхронно. Нет никакой ценности в том, что только с одной стороны развивается инфраструктура. Поэтому, а как вы говорите, вот как мы можем повлиять на польскую сторону, например? Ну, как? Да объемами перевозок. Объемами перевозок и тем, что эти перевозки не только для нас, не только для наших акционеров и перевозчиков. Какие решения для многоставов? Являются доходными и перспективными. 2021 год, как вы знаете, в Европе объявлен годом железных дорог. Сегодня у них контейнерные перевозки принято рассматривать как часть комбинированных перевозок. Комбайн-транспорт. В основном это железная дорога и автомобиль. Так вот, сегодня железнодорожная доля в этих комбинированных перевозок в Европе составляет всего там, ну, без малого 20% по итогам 2020 года. По-моему, 18 или 20%. Так вот, у них есть своя стратегия увеличить эту долю в железнодорожных перевозок, в общем объеме комбинированных перевозок, это контрейли и рек-контейнеры, до 30%. Это вот с 20 до 30, кажется, такие цифры, ну, не очень амбициозные. В абсолютных числах это рост объема контейнерных перевозок до 30-го года в два раза. Поэтому, при том, что там уже не низкая база, там не низкая база, там порядка 300 миллионов тонн грузов перевозят в контейнеры. Хорошо, давайте про базу, низкую там и высокую. Опять же, один из стандартных вопросов, который я обязательно вам задаю, это по поводу тех тарифных преференций, которые предоставляет Китайская Народная Республика о субсидиях на контейнерную перевозку. Вот разведка донесла, что в прошлом году, например, одному грузоотправителю, который, собственно, машины перевозил, вот он как-то посмотрел на это на все, и когда снизилась эта субсидия, он решил уйти с железки на море. Алексей Николаевич, вроде бы все хорошо, потому что, когда ты смотришь на эти цифры, вот этот рост, рост бурный, мы не в пределе, но мы все растем, субсидии сейчас снижаются в Китае, и как они рикошетят вам в целом, то есть вот этому евразийскому маршруту, с точки зрения, по цифрам кажется, все классно, очень здорово, но все-таки вы же смотрите какую-то там на долгосрочку, у вас есть понимание того, что если уберут субсидии там, здесь мы видим, что российская сторона всякий раз педалирует тему того, что необходимо повышать тариф на контейнерные перевозки, если будет тарификация, то по 10 нолезня, как вы и сказали, там ранее, но оно же все равно произойдет рано или поздно, что будет дальше? Субсидия все-таки это такая вещь перманентная, все-таки она должна быть правильно, в правильные сроки введена, наверное, в какой-то момент она должна быть уменьшена, но и в какой-то момент, наверное, она пропадет. Понимаете, я всегда отношусь к субсидии как к инвестиции, как к простому инвестиционному проекту. Хорошо, чтобы привлечь груз, ну вот груз пришел, а теперь он уходит, потому что уходит субсидия. Пусть это какой-то единичный случай, пусть их будет несколько, но это же дорогой груз отправитель. Конечно, конечно, и очень хорошо у вас работает разведка, надо отдать ей должное, и, как говорится, есть такая компания, мы ее тоже знаем, и мы с ней сейчас очень активно работаем, для того, чтобы понять, ну, понятно, что снижение субсидий со стороны Китая это нечто такое, что мы... Но чувствительно же все-таки было. Да, это чувствительно, и, конечно же, на это мы повлиять не можем, хотя, возможно, по конкретному этому кейсу мы обратимся за поддержкой к нашим акционерам, в том числе к российским железным дорогам, чтобы, может быть, и они тоже включились в эту борьбу за клиента. Потому что, конечно же, это действительно солидный клиент, и нам очень не хочется его терять, и мы включим все механизмы для того, чтобы его не потерять, да. Но это все-таки единичный клиент. Вы его рассмотрите, там, может быть, принято такое решение, исходя не только из соображения уменьшения количества субсидий. Знаете, иногда, ну, вот в моей практике были случаи, когда клиенты выбирали более длительный по сроку доставки маршрут просто из-за того, что у них не были еще решены контрактные вопросы. Им как раз было выгоднее, чтобы груз шел дальше. Такие клиенты тоже есть. А их мало, например, в контейнерном бизнесе, но наверняка они есть. Я не думаю, что это будет повторяющаяся такая ситуация, как вот то, что вы говорите про одного из крупных клиентов в автомобилестроении. Но вы посмотрите, сколько новых клиентов приходит на железную дорогу. И именно в контейнерные перевозки и приходит на этот евразийский трейд для того, чтобы осуществить перевозку по железной дороге. Все-таки мы можем говорить про отдельных клиентов, которые хотят снова вернуться на железную дорогу, но большинство из них все-таки хочет остаться. И, может быть, в том числе и по этой причине китайские железные дороги вынуждены сегодня части клиентов отказывать в этих перевозках, потому что просто нету достаточно пропускной способности именно у них. Но при этом они строят планы на расшитие, опять же, этих узких мест и по увеличению объема отгрузок. Нам такие факты тоже известны. И знаете, я вам могу сказать так, что попасть сегодня в поезд, например, следующий из Ченду или Ксиани, например, в Москву, или в Малашевичи, или в Дуйсбург, сегодня достаточно сложно. Это вот не так вот. Сложно почему? Сложно, потому что эти перевозки, они все забукированы на некоторое время вперед. На некоторое время это сколько? Это месяц, два, три? Какая долгосрочка здесь? Мне кажется, если говорить про Москву, например, я знаю по... Ну какое планирование, да, на какое период? По информации от тех клиентов, которые работают с нами по транзиту, но в том числе осуществляют перевозку на Москву, это может быть несколько месяцев. Хорошо, давайте про грузы. Вот на итоговом правлении РЖД господин Шилы озвучил такую цифру, что в 2020 году только в контейнерах перевезло 3200 номенклатур. Это очень важно. То есть что вот много-много всего, то есть, да, как сейчас говорят, некая новая универсальность, можно погрузить туда все. Когда мы с вами говорили про этого дорогого грузоотправителя из области автомобилестроения, Астан Николаевич, а вообще важно, кто едет? Вот что это дает с точки зрения Реноме-компании? Ну вот если я перевожу компьютеры, да, это вот, ну, это очень такая техника, да, если я не хочу аккуратно обращаться, если я какие-то мешки везу с мукой там с какой-нибудь, то что от этого хуже или лучше, ко мне больше придут. Но почему вот это понятие стоимости бренда, оно здесь вкладывается или нет? Насколько важно для контейнерной перевозки быть консолидированным, быть участником перевозки с каким-то крупным отправителем? Вам это что дает? Приплюсовывается как-то? Ну, вы знаете, и да, и нет. На самом деле всегда очень... Ну, уже ящик и ящик, ну вот он едет на этой... Ну, и поэтому я говорю, и да, и вроде и ящик, и ящик, да, но когда в этом ящике находится еще дорогостоящая продукция там бренда, которые знают во всем мире, то, конечно, это очень ответственно, и это очень... Подождите, монетизировать это как? Вы же зарабатываете. Как это монетизировать? Никак. То есть плюсы никакого здесь, в принципе, с точки зрения дохода или... Ну, вы знаете, это все-таки такой элемент маркетинга. И если вы мне скажете, что маркетинг нельзя монетизировать или капитализировать, да, ну, наверное, я с вами не соглашусь. Все-таки мы работаем в области предоставления услуги, где маркетинг имеет очень важное значение. Если я скажу своему клиенту, который хочет перевезти мешок с рисом, что, слушай, ты поедешь в одном поезде, там, ну, и назову какие-то там бренды, да, ну, наверное, ему тоже будет приятно осознавать, что... Что рис будет рядом с брендом. Я ничего не могу с собой сделать. Конечно же, отношение к клиенту, который перевозит один мешок с рисом и клиент, который перевозит люксовые автомобили, должно быть абсолютно одинаковым. И, кстати говоря, рис может быть в этом отношении, может быть еще даже более интересным с точки зрения объемов его производства и объемов перевозки, да. И, кстати говоря, у нас тоже такие перевозки были. Вернее, в нашем портфеле, скажем так, грузовой базы есть и перевозки риса. Вот. Поэтому я так могу сказать, что отношение должно быть одинаково. Мы боремся из-за клиента с одним контейнером. Ну и, конечно, полносоставные поезда – это то, к чему мы должны все стремиться. Все, кто занимается этим, представлением этой услуги. 2021-го, в любом случае, уже окончание первого квартала. А дальше, что вы видите по 2021 году? Какие вы себе ставите цифры, чего вы хотите достичь? 2020-й, понятно, плюс 65%. А что дальше? И опять же, чем этот рост будет сопровождаться? Опять эти технологии инфраструктурные, возможно, скорость, время доставки. Вы знаете, первое, что мы видим сейчас, по истечению двух месяцев, то, что количество запросов и вообще количество коммуникаций участников рынка, будь то Китай, в особенности Европа. Прирастает, да, в обратный закон? Вы знаете, я говорю сейчас даже не про сами объемы, а про то, что мы провели уже несколько таких онлайн-конференций, которые для нас как-то достаточно неожиданно, но это было, конечно, очень приятно. Мы обнаружили для себя какие-то новые пласты клиентов, новые пласты транспортных компаний, которые не в полной мере еще имели информацию о том, что происходит у нас на инфраструктуре 15-20. И даже те компании, глобальные логистические компании, которые обычно как раз и контрактуются с прямыми грузовладельцами, и мы понимаем, что по тому, какие существуют договорные связи на этом рынке в Европе, мы понимаем, что они на нас напрямую, мы с ними контрактных прямых договоров иметь не будем, тем не менее они тоже выходят на нас, потому что им очень важно знать, какие возможности у нас новые появятся в 2021 году. Та работа, которая была проведена в предыдущие годы, она заставила очень многие компании пересмотреть свое отношение в части логистики и в части предпочтений к определенным видам транспорта. Но это что касается уровня коммуникации. Я скажу так, что в 2020 году мы считали, что все, уже онлайн, мы, наверное, выше не прыгнем, потому что столько было общения по Zoom, Teams и так далее, все-таки народ истосковался по такому общению, и мы много всего узнали нового друг от друга. Вот сейчас количество этих коммуникаций, оно даже еще больше увеличилось. И это, конечно, радует. Так чего ждете в 2021? В 2021 году, понятно, у нас традиционно мы будем развивать наши базовые дополнительные сервисы, мы рассчитываем на то, что новые возможности инфраструктуры по Калининградской области, они тоже придут. Есть интересные новые проекты частных терминалов на границе Казахстана-Китай. Это тоже может быть интересной точкой роста именно в плане операционного взаимодействия. То есть это откроет новые возможности по количеству поездов, которые ежесуточно можно передавать из Китая в Казахстан, из Казахстана в Китай. Извините, это Достык и Алтенколь? Это Достык и Алтенколь, да. Со стороны Достыка планируется к вводу очень такой интересный и современный контейнерный терминал. Не контейнерный терминал, а логистический центр. То есть ТЛЦ такой? Ну, в том числе ТЛЦ. Я даже знаю, наверное, там масштаб проекта настолько глобальный, что даже не знаю, может быть, не придумали еще пока слово. То есть они дадут прироста? Я думаю, что да, мы активно взаимодействуем и с ними, и еще там есть 2-3 игрока. А белорусы? Что предложат нового 21-го? Белорусы, ну, во-первых, белорусы... Они выставили инфраструктуру. Белорусы очень надежные партнеры, и тот объем работы, который они проделывают, даже вот по Брест-Малашевича, то есть постоянное развитие этого перехода, а он, конечно же, без всяких «но» является для нас базовым, и ту работу, которую они проводят на пограничных переходах, которые тяготеют к Брест-Малашевича переход, это Брузги, это Свислочь, это Кузница, ну, это тоже говорит о том, что их возможности по передаче поездов, они тоже будут увеличены в 21-м году. Ну и финали? Возможно, российской стороны какие будут? Ну, российская сторона, я так скажу, это сердцевина нашего маршрута, и мы проводили такие совместные расчеты и работу со службами движения, с ЦФТО российских железных дорог, и выяснили, что с учетом тех технологий, которые мы уже внедряем совместно и по длинным поездам, и по быстрому проследованию этих поездов, по инфраструктуре РЖД, мы можем работать миллион, полтора миллиона контейнеров, без существенных дополнительных инвестиций, только по нашему маршруту, по маршруту ОТЛК. Если добавить к этому другие направления, это и Забайкальская, Наушки, и Дальневосточные порты, ну, я думаю, что миллион контейнеров, это уже наше ближайшее будущее. Спасибо огромное за это, очень интересный турист. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok